Девочки, всем привет из магазина КОС, из примерочной магазина КОС. Я надеюсь, что я перекричу их музыку. По-моему, она не очень громкая. Я буду громко кричать, чтобы переключать музыку. И все, кто там болтает, у меня за дверью. Здесь большие примерочные, очень удобно. Мой сегодняшний лук... Фу, не люблю это слово, снова повторю. Аутфит. Образ. Выглядит вот таким вот образом. Юбка из H&M. Пиджак, по-моему, тоже. Кофточка из Zara. Шлепанцы из Zara. Сумка из прошлого влога. Я тут пыталась, знаете, сочетать... Несочетуемое, наверное. По-моему, по цвету оно как-то подходит. Здесь клетка, здесь цветочки. По-моему, неплохо получилось. Ну, может быть, не идеально, но, в общем, как-то оно так все вместе станцевало для меня. И украшения у меня, вот эти вот бусы из натурального камня. Я забыла название, обязательно потом посмотрю. Мои трофеи из американского винтажного магазина. Я обязательно сниму видео. Может быть, уже даже сняла и выложила. Я не знаю, в каком порядке я буду их выкладывать. Может, я трофеи из Нью-Йорка сниму прежде, чем выложу. Это видео и цепочка, кстати, тоже из Second, оно из нашего. По-моему, это Агат. Или что-то такое. Ну, он такой красивый. Просто невозможно. Но я вам еще покажу отдельно. Ну, вот такой вот у меня сегодня образ. Кстати, вот эти шлепанцы из Зары, я вам хочу сказать, все, кто ругают Зару и обувь из Зары, вы должны понимать, что у меня есть много обуви Зары. У них, конечно, есть неудобная, некожаная, но у них есть кожаная, удобная. И вот эти шлепанцы, несмотря на каблук, я в них могу ходить километры-километры. Вот серьезно, они настолько удобные. Так что вот такое вот огульное, что Заровская обувь неудобная, неудобная. Самая удобная обувь у меня это из Зары, если честно. Вот, поэтому я всегда спорю, когда говорят, что обувь Заре. Фу, фу, неудобная, некожаная, ужасная, ужасная. Как можно ее носить? Есть у них хорошая обувь. Ну, все, давайте перейдем к примеркам из кос. Вы понимаете, я тут притащила платье и юбку одной расцветки. Вообще, у меня какой-то получилось со сплошной дабл. Потому что мне кажется, что вот это платье, и вот это платье, оно одинаковое, только оно разной расцветки. Правда же, вот эта пляссировка? Я что-то не срубила, ступила. Ну, в общем, посмотрим. Принесла вот эту кофточку вот к этой юбке. Принесла вот этот костюм интересный. Принесла жилет такой. Не знаю по мере с чем. Либо, наверное, вот с этим вот платьем. Вот это синее платье, темное. Ну, в общем-то, все типичное, все обыкновенное. Все очень такое косовское в этом сезоне. Пока что кос не радует нас яркими красками. Ой, суть. Собственно говоря, кос и не должен нас радовать красками. Обычно кос очень такой минималистичной расцветки. Фасоны в последние годы как-то они немножко изменились. Но вот сейчас я вижу, что кос возвращается в свое свое оригинальное видение дизайна, одежды и так далее. Все, давайте примерять. Так, первое. Я решила померить эту юбку с этой бруской. Мне кажется, получилось красиво. Мне кажется, они очень подходят друг к другу. По цвету, во всяком случае. Потому что вот этот вот цвет, он очень подходит вот к фону как бы юбки. И здесь вот эти вот такие зеленые полоски. Плессированные юбки снова в моде. Как будто бы они вообще выходили из моды. Снова в тренде. По-моему, они из тренда не выходили. Но дизайнеры, наши стилисты, объявили, что плессировка снова в тренде. Слава Богу, что я никогда не убрасывала свои вещи. И в том числе свои плессированные юбки. Очень подходит мое украшение к этому комплекту. Посмотрите, как совпало. Опять же, потому что я в то, в чем я была одета, я принесла пример, что на вещи похожие по цвету, по цветам, примерно такие оттенки. Поэтому даже украшение, которое у меня было надето к моему, к моей одежде, подходит к тому, что я примеряю. Я хочу вам показать в этой блузке. Я не очень люблю вот этот вот воротник. Лично мне не очень это нравится. Но здесь потрясающая красота рукава. Сейчас я попробую. Вся красота здесь в рукавах. Посмотрите. Сейчас я развернусь, как птица для полета. Он довольно такая глубокая пройма, квадратная. Видите? Здесь так это присборено. Все внизу на резинке. Вот она очень простая, эта блузка. Но она очень, за счет вот рукавов, она выглядит очень красиво. Даже где-то нарядная, я бы сказала. Я посмотрю ее состав. Мне кажется, она, в ней что-то неплохое. Потому что на ощупь она такая шелковистая. Мне кажется, что тут в ней есть какой-то шелк с вискозой. Может быть, не шелк, но вискоза с хлопком. Ну, в общем, посмотрим. Не буду говорить, потому что сейчас расскажу. А потом, кажется, все не так. И юбка. Ну, юбка, юбка, флиссированная юбка. Тоже симпатичная, очень широкая. Довольно много ткани в ней. Миленькая такая. Симпатичный получился комплект. По-моему, очень симпатичный. Сейчас встану. Чуть не снесла. Пятилась задом, чуть не снесла эту дверь. Жалко, карманы тут нет. Так, давайте смотреть. Действительно, такая музыка интересная. Какая-то то японская, то арабская, то индийская. У них какая-то специальная музыка такая. Не на английском языке вся. Я не могу найти ни цену, ничего. Что происходит? А, вот. Значит, стоит на 135 долларов. Я взяла размер 8. US, европейский 38. Вот это ее код, девочки. Если вы хотите найти, то вот так вот. Вот такие вот цифры. Просто сделайте скриншот, и вы найдете ее по этим цифрам, по номерам. Так, по составу. 100% полиэстер и только dry clean, то есть сухая чистка. Почему? Если это 100% полиэстер, почему ее нельзя стирать в машинке? Странно. Ну, хотя бы руками. Нет, написано, знаете как? Написано dry clean или use a laundry bag. То есть можно... А, нет, вот неправильно прочитала. Значит, можно стирать в машинке в теплой воде. Нельзя использовать в личном отбеливателе. Нельзя ее гладить. И можно использовать ее, да, в сухую чистку. Глузончик. 150 долларов. Десятый размер. Европейский 40. Вот такой у нее код. И сейчас посмотрим состав. Она такая большая. Десятый, да? Интересно. Ну, восьмой бы тоже у меня был бы как раз, наверное. Десятый, так десятый. Кстати, хотела бы посмотреть, показать, вернее, сзади еще. Видите, как она сделана? У нее очень такой интересный сзади тоже такая сборка. Ну, в общем, приятная блузочка. Смотрите, я не ошиблась. У нее 53% шелк и 47% хлопок. Да. Я так и почувствовала, что такой приятный, хороший состав. Легкий такой блеск, как для шелка. Приятная. Конечно, ну, 150 долларов. Ну, да. Она наполовину шелк, наполовину хлопок. Конечно, она не дешевая. Это очень классный комплект. Единственное, что... Здесь стоп такой странный. Я не хочу светить своими... Своими личиками. Но здесь просто видно абсолютно все. У него очень большая вот здесь пройма и очень низкая. Потому что размер-то не очень большой. Я сейчас посмотрю, что за размер. Здесь такая система. Вот эти вот шлейки. Я так понимаю, что их как-то можно... А! То есть вот это все можно... Сейчас я попробую уменьшить. Подождите. Короче, сильно уменьшить мне не удалось. Но здесь такая система. На юбке такая же. Я сейчас вам покажу. Что вот здесь вот две такие веревочки. И сзади у него вот здесь вот... Сзади у него они протянуты. Вот как бы кулиска такая, да? И они протянуты. Можно вот так вот затянуть, потянуть. И оно как бы поднимается. Уменьшается немножко длина его, вот эта пройма. Но все равно как бы недостаточно. Я не знаю. Мне, наверное, надо очень долго тянуть его. В общем и целом он классный. Я вам хочу сказать, что вот это вот сочетание. Они так здорово это сделали. Юбка вот с таким вот градиентом и топ. С таким же градиентом. Вы можете носить это не как костюм. Но в принципе, как костюм это выглядит очень клево. Юбка тоже очень клевая. Даже без этого топа. Но и топ можно носить там с джинсами, с белыми брюками, с шортами, с чем угодно. Но вместе даже они выглядят тоже очень симпатично. Мне кажется, это очень красивый комплект. Единственное, что он летний совершенно. Мы же пришли смотреть на осенние вещи. Но сейчас это новая коллекция. В общем-то они его продают сейчас как осеннюю коллекцию. Я не знаю почему. Я не пойму. Может быть, имеется в виду, что под него вниз что-то надо поднадевать, чтобы, во-первых, прикрыть вот это вот все чем-то. А поэтому это как бы верхняя жилетка. Не знаю. Ну, в общем, такая красивая штука. Девочки, мне нравится. Теперь я вам хочу показать юбку, чтобы вы поняли, в чем тут дело. Во-первых, у нее есть карманы. Вот здесь карманы. Это классно. Во-вторых, вот здесь вот сзади у нее тоже такая же кулиска продета. И вот эти вот тесенки. Ее можно расширять, делать с любой ширины. Вот так вот легким движением руки она превращается вот в такую. С такой шириной юбку. А потом, пардон, за мое не гляжи. Это мой толстый живот. А потом вот так вот вы его затягиваете. Ой, я не могу одной рукой. Попробую сейчас показать. В общем, вот так вот. Двумя руками это очень просто сделать. Вы просто затягиваете, здесь это завязываете, и оно получается вам по размеру. Так как вам нужно. Вот я ее завязала сейчас. С чем вы меня померить, чтобы вам показать? А может с моим тупом? Потому что у меня нету здесь никакой подходящего. Сейчас, секунду. Вот померила с моим тупом. Кстати, даже по цвету он немножко подходит. И вот так она выглядит сверху. Юбка, у нее пояс здесь завязывается. Единственное, что когда вы там затягиваете сзади, оно как-то, мне кажется, видите, вот так как-то не очень красиво топорщится. Может, надо как-то расправить? Я не знаю. Может, меньше надо затянуть? Ну, anyway, короче, симпатичная юбка. Очень симпатичная. Мне очень нравится она. Градиент вот этот красивый выглядит симпатично. Ну и удобно, знаете, так на любой размер. Раз, раз. Растянул. Поел. Растянул. Похудел. Затянул посильнее. Посильнее. Видите как? Три размера. Два точно. Можно в нее поместить. Не надо покупать новую гардеробку, когда поправляешься. Очень, очень полезная вещь. Так, давайте искать. Окей. Этикеточка у нас тут. 115 долларов она стоит. Знаете, не... Не очень-то дорогая она. Восьмой. Американская, 38-й. Вот это ее код. Так. И вот я вам сейчас покажу. Понимаете, как здесь сделано? Вот тут вот эта вот такая как будто бы кулиска с веревочками, что можно ее затянуть. Затянуть на, в общем-то, пару размеров туда-сюда можно гулять. Так, значит, у нее, кажется, есть подкладка. Я когда мерила, даже не обратила внимания. Вот подкладка 100% катон, а верх юбки 84% леоцелл и 16% полиэстер. А подкладка катон. Видите, что у нее было? Подкладка. Вот она, да, есть. Я даже когда мерила, не заметила. И блузка. Такая, 90 долларов. Шестой размер. Представляете, это шестой. Если бы я взяла восьмой, как юбку, я бы вообще в нее тонула. Потому что вот эта вот пройма, большая, странная, она, конечно, такая, в общем. Вот видите, вот здесь то же самое. Такая же система. Вот здесь кулиска сделана в ней. Вот такая вот. И вот тут продета эта веревочка. Можно так ее затянуть и как бы ее поднять, выше сделать. Но мне это не очень помогло. Она все равно какая-то была очень большая. Какое же красивое это платье. Кстати, тоже вот видите, здесь такой градиент. И здесь тоже вот оно. Рассветка идет темно-зеленая. Потом поднимается вверх. Слушайте, оно шикарное это платье. Девочки, может не видно на камере? Может этого не понять? Мои бусы очень подходят к нему тоже. Вот это вот. Оно такое тяжелое. Я не знаю, с чего оно сделано. Возможно, из шелка. У него есть карманы. Сейчас я их найду. Подождите. Ну, в общем, вот это вот так красиво все. Оно такое, знаете, летящее, струящееся. Вот эта блессировка какая-то внутри, которую в принципе не видно. Но она, по ощущениям, оно прямо... Вот карман. Нет, не карман. Может, это... Боже, мне своими руками... Вот карман. Вот карман. Карман. Вот тут вот, вот тут вот есть карман. Знаете, в нем есть какой-то класс. Класс. Ну, мне кажется, оно у меня маловато в груди. Но я, по-моему, взяла четвертый размер. Это четвертый. А у меня есть такое же зеленое, большего размера. Я вам его померяю. Мы посмотрим, какой мне нужен размер. И он так появлялся, что я с дурница схватила два одинаковых. Я даже не поняла, что они одинаковые. Потому что вот этой и другой расцветки я взяла точно такой же. Я просто увидела эту плессировку какую-то такую внутреннюю. А мне аж прямо все немело от красоты. Да плюс карманы. Да вообще. Ну, правда, оно красивое. Оно очень необычное. Так вот не видно вроде. Знаете, на камере в жизни видно, что это классное платье. Вот когда идешь и идешь. И вот это вот все. Вот это вот, знаете, так как-то. Двигается и видно, что там плессировка. Это супер-супер красиво. Мне очень нравится. Просто шикарно. Оно дешевое. Оно даже очень дорогое, по-моему. Сейчас посмотрим. Так, ну видите, четвертый размер. А потому что не было другого. Я поэтому схватила. 175 долларов она стоит, да, недешевая. Я вам хочу сказать, я в нем так застряла. Я когда его надевала, мне неохота было эту пуговицу растягивать. Я пыталась надеть его, вот не расстегивая. А горловина довольно маленькая. А я очень всегда стараюсь так надеть вещь, чтобы не испачкать в помаде, в косметике. Ненавижу, как-то люди примеряют. И все вот это вот потом в помаде, в крем-пудре. Такие свиньи, это ужасно. Ну если вы вещь не купите, не купите, я не знаю. Ну зачем вот это вот ее пачкать, чтобы потом кто-то после вас покупал вещь или примерял измазанную. Можно же постараться, правда же? Ненавижу, когда это все перемазано, поэтому я стараюсь это аккуратно. Ну и я так снимала, надевала эту пройму, а у меня еще очки, бусы. В общем, короче, я так застряла ни туда, ни сюда. Еле выбралась из него. Значит, что оно у нас? Так, машин-вош, машинная стирка. Это все хорошо. У них, кстати, все вещи имеют машинную стирку. Ой, слушайте, стопроцентный полиэстер. Надо же, я прям так, знаете, шелк-шелк. Оно такое приятное, оно очень прям как шелковое. И дорогое, 185. Ну не очень, оно такое, не дешевое. Ткани, что ли, много, поэтому вот такие деньги. Я думала, оно шелковое, ну хотя бы наполовину, потому что оно такое тяжелое, такое приятное качество. Но нет, девочки, видите, как обманулась я. Ну это такой же. Это я с дурноты схватила, не понявши, что они одинаковые. Мне просто очень понравился цвет. Сейчас камера не передает. Сейчас я вам попробую показать его поближе. Он такой темно-морской волны, такой синий-голубой, синий-серый. В общем, ну вот, примерно вот. И ткань такая, слушайте, я была уверена, что это какая-то хорошая такая ткань, потому что она такая приятная. И она так красиво лежит, что выглядела как будто шелк. Ну и потом я подумала, знаете, оно так сделано необычно, красиво сделано. Что, в общем-то, ну обычно такие вещи из сложного дизайна шьет из каких-то не очень дешевых тканей, потому что, ну если уже потратились как бы на то, чтобы скрутить вот эту пульсировку, все эти складки, это здесь эта самая штука, которая гибает на выходе. Да, так вот, если делать вещи такого сложного дизайна, обычно их делают из хороших тканей. Ну как бы, если такой уже потратились на пошив, так уже и чтобы ткань не дешевая. Ну нет, совершенно синтетика. Хотя выглядит она шикарно, это платье. Просто даже вот это больше размер, это восьмой, сейчас я вам покажу этикетку. Тоже мой пус очень подходит, кстати. И вот вы видите, к этому платью можно надеть украшение. Прямо, ох, как красиво получается. Оно прямо играет. Интересно у меня еще очень. Если они доживут до распродажи, я его обязательно... Я даже не знаю, какому мне больше нравится, вот это или вот это цветное. Они оба хороши, каждый по-своему. Это именно лаконичностью цвета и такого, знаете... Ну, именно цвет красивый и такой, без рисунка, что можно надеть какие-то украшения. А здесь очень интересный рисунок, вот с этим вот внизу темнее. Потом идет вот эта клеточка и какой-то такой цветочек, знаете, а такой интересный-интересный рисунок. Да. Ну вот. На сей раз я уже была умнее, я уже сняла очки, когда я его примеряла, и чтобы не продираться сверху через голову. Но здесь немножко проем больше, потому что больше размер. Так, у нас это размер восьмой, тридцать восьмой европейский, сто семьдесят пять долларов. Ну, этот точно такой же. Я сейчас посмотрю состав, а вдруг окажется, что она у меня не такой же, как тонн. Ну, я не думаю, я думаю, что они одинаковые, просто разного цвета. Ну, да, ну да, стопроцентный полиэстер. А я вам показала, вот, если вы захотите соскринить его номер, так вот, вот такой. Вот, следующее платье, типичная такая косовская тема. Платьица-парашютик с красивеньким рукавчиком. Рукав действительно интересный, видите, он сверху такой ровный, гладенький, а расширяется где-то вот с этой, с этого места. Там не знаю, как называется. А знаете, симпатичный, вот этот воротник я не очень люблю. Горловину эту я не очень люблю, но если ее так вот разложить, то неплохо. По-моему, это восьмой размер. У него тоже есть карман, оно не очень длинное. Красивая такая ткань, плащевка такая блестящая. Вы знаете, что я еще думала взять шестой, потому что я думаю, она вот такая широкая здесь, типа не будет у меня на мало, но вот тут вот, вот тут, даже восьмой мне как-то так плотноватенько. Поэтому так. Ну, хорошенькая, приятная. У него еще сзади такие складки. Сейчас я попробую снять. Вам видно, вот тут вот, как бы оно так отрезанное, и здесь так собрано, собрано много-много складок. Я еще решила немножко придать осеннего колорита моим примеркам, потому что вещи, на самом деле, все такие, ну, не особенно зимние, не особенно осенние, кроме цветов. Я принесла вот этот жилет, поверить сверху с этим платьем. Почему? Потому что я подумала, здесь такие рукава, вот как раз, как торчащие рукавы с жилета, это должно быть красиво. Жилет-то, кстати, экстра смол. Я вам потом сниму, покажу. Ну, в общем, так просто решила помериться с этим платьем, потому что они где-то примерно в одной цветовой гамме. Он, в принципе, черный, но здесь вот синие, платье синие, вот эти бордовые полоски немножко, кстати, к шлепанцу моим. Они не бордовые, они коричневые, да? К шлепанцу моим подходят, да? Ну, просто как жилет, если его можно надеть на платье, можно надеть его на юбку, за брюками можно. Модная сейчас тема жилета, я не очень это понимаю, я не очень люблю жилеты, для меня это какой-то такой, ну, да, это такой элемент стилеобразующий, так скажем, потому что я не понимаю, в чем смысл. Здесь жарко, руки как бы в тонком, здесь это толстый слой шерсти. Если уже да, так свитер, ну, ладно. Но как стиль, для стиля, чтобы вниз можно пододеть что-то, чтобы торчали рукава, и, в общем, здесь вот вырез, и торчит вертничок, то да. А как функциональную вещь я с жилетами как-то не очень дружу, ну, не важно, или по-любому, вот такой вот образ. Так, ну что, смотрим платьице. 135 долларов, 8-38, вот это его код. Что-то я вам хотела показать. А сзади, как оно выглядит. Видите, у него, значит, здесь только прошито, кокетка, и вот такое расклешено оно сильно от кокетки. Ну, это так, кьют, миленько. Давайте посмотрим состав. Так, ну да, 100% полиэстер, окей. Ну, окей, полиэстер, полиэстер. Что делать? Дорогие девочки, по техническим причинам, у меня не записалось описание этого жилета. Бывает такое у блогеров, значит, хочу сказать, что он сделан из чистой шерсти, размер экстра смол. И также процедура прощания тоже у меня как-то не записалась. Поэтому я с вами прощаюсь. Увидимся совсем скоро в следующем видео. Люблю, целую. С вами была ваша Дита из Канады. Пока-пока, бай!